Привет, друзья! Это Дима Семенищев и моя программа «Сектор джаза». И сегодня мы продолжаем говорить о творчестве Терни Сатан. В конце предыдущего выпуска, ссылка на который появится здесь, я подвесил важный вопрос о количестве вокала в аранжировках квартета Терни Сатан. И сегодня мы рассмотрим четыре её аранжировки именно под этой призмой. Начнём мы с композиции Route 66. Это знаменитейший блюз, который прославил такой вокалист, как Неткин Коу. И для меня, как для аранжировщика, всегда страшно браться за такие произведения, потому что они слишком известные. А музыканты Терни Сатан вообще не боятся ничего. Что они сделали здесь? Этот блюз по форме представляет собой ААБА. То есть есть три части А с одним и тем же тематизмом, и есть средняя часть Б. И практически всегда в таких случаях они реализуют части А и части Б по-разному. Как это сделано здесь? Часть А строится на басовом рифе, с которого, кстати говоря, всё начинается. Если мы послушаем вступление, сначала появляются барабаны, потом появляется басовый риф, и тут же вступает вокалистка. То есть она даёт совсем чуть-чуть просуществовать этому рифу, задать настроение, и тут же появляется с вокалом, но не с темой. Она начинает как бы импровизировать и участвовать во вступлении. Две части А реализованы на басовом рифе, а часть Б в дубле. Сыграно просто в свинге, в дабл темпо, то есть в два раза быстрее. Потом мы снова возвращаемся в часть А на басовый риф. Эти переключения в стилях очень важны, потому что они заставляют слушателя быть внимательным. Даже если человек на концерте или слушая запись, немножечко задумался о своём, отвлёкся, начал разговаривать с соседом, то как только происходит переключение со спокойной части А в быструю часть Б, он тут же обратит внимание на сцену, поймёт, о, там что-то интересное, там что-то поменялось, и потом снова вернётся в часть А в тот же грув, и в том же самом груве начнётся соло-рояля. Здесь предельно важно, что соло-рояля по форме точно такой же, как тема. То есть две части А построены на басовом рифе, часть Б сыграно в дабл темпо, и часть А3 снова на басовом рифе. И тем самым мы даём пианисту огромный простор для творчества. Он может интересно и по-разному существовать в этих частях. После соло-рояля ещё две части А. И здесь сложно сказать, что это импровизация Тирни Сатан, сложно сказать, что это импровизация барабанщика, и сложно сказать, что они играют, например, по два такта. Нет, Тирни поёт, оставляет какое-то пространство для барабанщика, которое тот заполняет. То есть сказать, что это чьё-то конкретно соло, здесь вообще нельзя. Но слушается это безумно интересно. Это слушается как общение двух музыкантов внутри грува, но при этом нельзя назвать это чьим-то соло. Это совместное музицирование. После этого снова наступает бридж, снова в дабл темпо, и мы возвращаемся на А3, опять на риф, и на нём уже заканчиваем. Тем самым мы имеем очень важную и часто применяющуюся в аранжировке фишку, как арочная форма. Это начинать тем же самым, чем мы заканчиваем, или заканчивать тем же самым, чем мы начали. Начали с рифа, закончили на рифе. В середине происходит много всего интересного. Следующая тема это You and the Night and the Music. И здесь мы видим такую фишку, как исполнение одной и той же темы двумя разными способами. Вначале вся тема целиком проводится под басовый риф. И если называть этот стиль как-то ритмически, то, например, я бы в нотах, как аранжировщик, написал Even 8 или Straight 8, прямые восьмые. То есть это какая-то пульсация, состоящая из прямых ровных восьмых. Она не засвингованная, но при этом она не имеет никакого отношения к латиноамериканской музыке, к басанове вообще. То есть это такой современный прямой джаз. И после того, как тема целиком провелась в таком стиле, она проводится тут же, второй раз, в свинге, в два раза быстрее. То есть мы имеем еще один квадрат темы, который по времени ровно в два раза уже первого проведения. И после этого ровно на такой же квадрат в свинге импровизирует пианист. Когда мы возвращаемся, тема проводится также в свинге А, А, Б. И после Б мы через риф переходим к А3, которая исполняется в том же стиле, как самая первая тема. И заканчиваем опять же на том же самом рифе с замедлением. Но в принципе все происходящее можно тоже назвать арочной формой. Мы точно так же закончили таким же проведением темы, каким и начали. Это очень важно. Одна из моих самых любимых аранжировок это аранжировка на композицию Softly as a Morning Sunrise. Как она построена? Во вступлении мы слышим только вокал. Вокал поет некую мелодическую линию, очень похожую на академическую. После этого, опять же, только вокал поет на две части А вокальную линию в быстром свинге. И мы сразу понимаем, это будет быстрый свинг. В части Б появляется рояль, и он нас отсылает снова к академическому звучанию. И часть А3 продолжается линия, но тоже с очень академическим ощущениям музыки. После этого, тема, состоящая из ААБА, проводится таким образом. Все части А живут на совместном басовом рифе. Та-та-та-та-да. Та-та-та-та-та. И тема проводится в два раза шире. Каждая А часть состоит не из восьми тактов, а из шестнадцати. После этого часть Б проводится в минус дубле, и мы как бы отпускаем нашу энергию. И потом А3 снова проводится в первоначальном стиле. Сразу после проведения темы наступает портепианное соло, и пианист играет соло на два квадрата ААБА, но в данном случае гармония меняется, как в оригинале. То есть, каждая часть теперь длится не шестнадцать, а восемь тактов. Соответственно, все его соло по длине можно ровно приравнять теме. Он как бы играет в два квадрата, но на самом деле по длине это как одно проведение темы. После этого Тирни поет свое соло на такой же квадрат ААБА, на квадрат узкий, сжатый. И здесь прошу обратить внимание, если вы будете переслушивать эту раджировку целиком, на то, как заканчиваются квадраты их соло. Там есть абсолютно четкая, хроматическая, прописанная идея, которую исполняют и пианист, и вокалистка. То есть, последняя часть А в их соло абсолютно точно прописана для всех музыкантов. После этого мы снова возвращаемся к теме, которая проводится опять широко. У нас две широкие части А, и после этого появляется часть Б, снова в минус дубле, и в максимально окровенном свинге. И после этого снова А3, первоначальная идея с рифом и с широким проведением. Риф выходит в абсолютно конкретную точку, и после нее Тирни под аккомпанемент пианиста исполняет то же самое, что исполняло вначале. Вот эту академическую музыкальную идею, и тем самым мы снова, в который раз, имеем арочную форму, заканчиваем тем же самым, с чего начали. Прежде чем мы пойдем к четвертой аранжировке, я соединю мысли из трех предыдущих и из предыдущего выпуска. И здесь появится знаменитая картина Леонардо да Винчи. Чем она примечательна? Она выполнена по принципу золотого сечения. И по этому же принципу созданы очень многие музыкальные произведения, очень многие симфонии известных композиторов. Что этот принцип несет? Он несет то, что кульминационная, важнейшая точка в произведении должна быть примерно в начале третьей-третьей произведения. И если мы взглянем на все аранжировки Тирни Саттон, то мы увидим, что в третьей-третьей этих аранжировок чаще всего проводится тема. И чаще всего она проводится более энергично или несколько иначе с вокальной точки зрения. Она подготавливается фортепианом соло и входит более мощно. Теперь давайте поговорим о том, как это зачастую контрастирует с тем, что мы видим на джазовых концертах. Очень часто вы можете прийти на джазовый концерт, где поет вокалистка и у нее басист, барабанщик, пианист, саксофонист. Все начинается со вступления, в котором зачастую вокалистка не участвует. Потом она проводит тему, иногда два раза. А после этого начинаются два квадрата соло-саксофона, один или два квадрата соло-рояля, квадрат басиста. И после этого проводится тема еще раз и кода. В данном случае мы видим, что точка золотого сечения будет примерно между соло-пианиста и соло-басиста. И это абсолютно точно не то место, где она должна быть. Конечно, вы мне скажете, что джаз это совсем другая музыка, причем здесь джаз, причем здесь классическая музыка, причем здесь Леонардо да Винчи. Но я абсолютно убежден, для того, чтобы создавать классную, интересную форму, которая будет не отпускать слушателя, мы должны о точке золотого сечения думать всегда. Это мое личное мнение, и я им делюсь с вами. Не более того. И последнее, о чем мы поговорим, это о том, как зачастую аранжировки привязаны к вокальной строчке, к строчке лирической. И здесь мне приходит в голову такая мелодия, как «Чик-то-чик». И мы поговорим только о первой части «Чик-то-чик». Она состоит из 16 тактов, и я ее разобью на 4 части по 4 такта. Что сделали в своей аранжировке музыканты Тернисатом? Во-первых, они посадили снова мелодию на риф. На сей раз риф играется совместно и басистом, и пианистом, и он совпадает с мелодической линией. И таким образом создано вступление, и таким же образом существуют первые 4 такта темы. А во вторых 4 тактах темы, как только в лирической строчке появляется разговор о том, что сердце бьется быстрее, трава становятся зеленее, и все такое, 4 четверти превращаются в вальс. И при этом вальс, который в 2 раза шире. То есть вторые 4 такта в аранжировке становятся 8 тактами в размере 3 четверти. После этого у нас появляется свинг, который исполнен на 4 четверти. И последние 4 такта, для того, чтобы вернуться в первоначальный стиль, мы должны немножко осадить коней, мы должны скинуть накал, и для этого у нас 2 такта реализованы в виде совместно исполняемых половинок. И после этого мы спокойно возвращаемся в риф, на котором еще немножечко сидим перед появлением второй части А. Теперь давайте взглянем. 16 тактов у нас превращаются в 4 такта на рифе, в 8 тактов в размере 3 четверти, в 4 такта в медиум свинге, и в 6 тактов, которые состоят из половинок и возвращения к рифу. И таким образом форма у нас звучит абсолютно иначе. А теперь давайте соберем все-все-все вместе. Кстати, невероятная особенность тирней петь темы по-разному, в разных стилях, как мы видим в такой аранжировке, как You and the Night in New Music. Особенность ее исполнять какой-то материал в полном одиночестве, то есть она поет акапелла, и этого уже достаточно, как в аранжировке Softly as a Morning Sunrise. И удивительное умение музыкантов очень точно исполнять аранжировочные моменты, как в аранжировке Чик-Ту-Чик. Их переходы со стиля на стиль очень точные, очень плавные, и вам не к чему придраться. И, конечно же, их удивительное умение не тянуть одеяло на себя. Каждый из них занимается тем, что делает произведение классно звучащим. Например, у ее пианиста Кристиана Джейкоба есть абсолютно потрясающий проект в Трио, где он раскрывает себя, как хочет. Но, придя в ее проект, он очень здорово выполняет нужную функцию. Он потрясающий солист, и он это показывает, но в необходимом объеме. И последнее, это, конечно же, форма. Форма, которая создана для того, чтобы не отпускать слушателя и делать произведение максимально интересным и не разваливаться. Не разваливаться по форме. Форма собранная, точная, и на мой субъективный взгляд, она создана по принципу заготового сечения. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите меня, нажав на сердечко и, возможно, написав пару слов. А, возможно, вы предложите какого-то исполнителя, чьи аранжировки нравятся лично вам. И, возможно, вам интересно мое мнение о том, что или как они делают. Но я, конечно же, продолжу делиться тем, что волнует лично меня. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok